Sony Xperia ZT2 таблет 10 дюймовый планшет. Будем менять дисплейный модуль. На данную модель стоит 110-115 евро сегодня. Покрыт модуль специальным пластиковым, матовым пластиком точнее. Как обычно заклеены налоговый бренд. Загреваем периметр стекла. Меняется дисплейный модуль, но на аппарате, на мой взгляд, проще предыдущей модели. Снимаем дисплейный модуль, нагревая по периметру точнее скриво и сажаем на акриловый скотч новый дисплейный модуль. Загреваем периметр стекла с пластиковыми пучками. Очень удобно. Надеваем. Надеваем. Намного удобнее было бы снимать, если бы стекло не было треснутым, конечно. Трещины на стекле мешают. Доставляют неудобства немного, когда продвигаем этот пластик. Поэтому. Но еще все нормально снимается. Давайте. Это просто... Аккуратно продвигаемся по периметру, очень легко срезается двусторонний скотч. Здесь у нас извлекаем к стеклу осколки, поддеваем вот так далее. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Периметр срезан. Осталось немного. Вот так вот. 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 Ну, в принципе, ещё опасные моменты, которые могут возникнуть в этой процедуре, это шлейф, который мы только что отстегнули, который можно, если очень постараться, можно, конечно, срезать, если связать с неплохим металлическим инструментом, находится он вверху, точнее внизу, поэтому обратите внимание, смотрим, что нам необходимо, давайте для начала проверим новый дисплейный модуль, если он работает, дальше уже будем смотреть, включаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все в порядке. Отключаем аппарат, отстегиваем дисплей. Цена с заменой 140 евро мы берем с клиента. Убираем оставшиеся скоки тачскрина. Далее, друзья, здесь остались у нас остатки двустороннего скотча. Я бы сказал, такие больше похожие на тряпичные, оригинальный двусторонний скотч. Раньше я его снимал, не всегда, то есть вычищал начисто. Сейчас. Я не вижу смысла его снимать. Я снимаю только верхний слой, который остался глянцевым, с краской. Остальное, не знаю, в последнее время я его не снимаю и не вижу необходимости его снимать. Потому что при нанесении на него обычного акрилового скотча аналогичной толщины, все прекрасно держится, ничего не отслаивается ни со временем, ни сразу. Поэтому, не знаю, если вам нравится убирать его, можете убрать. Я советую оставить. Убираем осколки. Давайте посмотрим на старый дисплейный модуль. Возможно, что-то необходимо будет перенести. Как видите, управление драйвера все закрыто у нас на новом дисплейном модуле. Шлейф, пластик практически идентичный, такой же, как на оригинале. Возможно, модуль оригинальный. Нет ничего, что можно было бы перенести. Камеры, как видите, без прокладок у нас. Отверстие датчиков. Медный двусторонний скотч. Переносить его не будем. Нет смысла. Все. В принципе, наносим новый акриловый двусторонний скотч и приклеиваем. Всегда, как наносите скотч, смотрите на рамку. Там, где двусторонний скотч у нас находится, аналогичным образом наносим сюда. Как видите, по периметру вполне хватит такой толщины. Здесь, вверху, справа и внизу. Практически толщиной вот такого акрилового скотча можно заклеить все без всяких придумываний. Вот так. Продолжение следует... Брать внимание на отверстия камеры и датчика, чтобы не заклеить их. Продолжение следует... 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 Все отлично, ничего не торчит, ничего не вылазит, ничего не тонет. Считаю, и из этой первая, и из этой вторая таблет. Вполне качественно можно установить дисплеер-модуль на тот самый акриловый скотч, который мы сейчас поставили, не обязательно клеить на клей B7800, как это делают многие, я считаю это лишнее, отлично держится на акриле. На этом все друзья, оставляем сим-карту на место, всем спасибо за внимание и отдох, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание, всем удачи в работе, до новых встреч.